Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ведущий Евгений Шерменев, звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас по скайпу из соседнего города Юрмала Яна Лисова, актриса. Яна, прекрасно выглядите в 10 утра. Спасибо вам большое, что вышли с нами на связь. Спасибо большое. Доброе утро всем. Доброе утро всем. Ну что, я расскажу, что у нас очень долгий был с вами заход. С тобой можно? С тобой, ладно? Конечно, можно. Да долгий был заход с тобой для того, чтобы ты появилась здесь в эфире «Радио Болтком». Для меня это было очень важно, потому что ты одна из тех актрис, которые для меня открыли новый театр в Латвии. Не тот, который я когда-то знала и видела и смотрела, а тот театр, который для меня стал новым. Со спектакля Влада Наставшего «Черная сперма», который я посмотрела уже много лет назад. Один из первых спектаклей. Вот для меня началось знакомство с театром на улице Гертрудес и с молодыми актерами, среди которых для меня теперь и ты. Тоже не самый дальний человек. Так что для меня было очень важно, но ты была все время занята по четвергам, а теперь, когда у нас перерыв во всей деятельности, ты смогла к нам присоединиться по скайпу, за что тебе большое спасибо. Ты, как и все актеры, сейчас находишься дома, ну, как многие из жителей вообще всего мира, но на актеров это распространилось в первую очередь, потому что первое, что закрыли, это публичные мероприятия, даже когда еще не были объявлены какие-то другие меры строгого поведения, как бы сказать, да, то актеры первыми лишились, собственно говоря, работы, потому что большие мероприятия были закрыты по всему миру и закрывались в первую очередь. Как для тебя был вот этот вот момент? Можешь вспомнить, что для тебя это было? Это было, типа, ну, сейчас я немножко отдохну наконец-то и займусь какими-то еще делами или это все-таки было сильным ударом по привычному образу жизни? Скорее всего, второй вариант было, ну, неприятно, неприятно и тревожно, потому что я понимаю, что я, ну, у меня нет работы и я не знаю, сколько это будет длиться. Просто внутренне уже не было ощущения, что это вот 14 апреля все будет окей. Вот внутренне уже была какая-то такая тревога, тем более вот первые дни, потом уже вот ты как-то привыкаешь к этому режиму. Ну, и тем более, что мы уже теперь пытаемся с Дер Трудес, с театром что-то делать в веб-площадке. Но изначально очень неприятная такая, ну, тревога внутренняя. Как бы рационально пытаешься что-то, ну, как бы себя успокаивать и думать и понимать. Но это, да, неприятно, неприятные ощущения. Ну вот, раз ты сама сказала о том, что вы с театром Дер Трудес начали делать какие-то проекты на веб-площадке, вот об этом я и очень хочу с тобой поговорить. Потому что многие театры сейчас выходят онлайн, так или иначе. Кто-то читает лекции, кто-то делает творческие встречи с актерами, членами труппы, да, вот как очень многие театры тоже делают. Кто-то читает книги в прямом эфире или в записи, кто-то делает какие-то читки, кто-то выкладывает старые архивные записи спектаклей. Ну, очень по-разному все действуют для того, чтобы удержать своего зрителя, чтобы зритель дома не остался в отрезанном состоянии от культуры. Театр на Дер Трудес две недели назад, да, это где-то было две недели назад, наверное, вы попробовали в первый раз. Неделю, неделю назад, в прошлую субботу. Это был первый показ веб-спектакля? Да. Спектакля в формате встречи на Zoom. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, что это такое? Ну, вот мы думали, как бы продолжать что-то делать. И мы как-то додумались до того, что спектакль «День рождения Тани», по идее, этот формат можно переместить вот в такую виртуальную площадку. Потому что формат спектакля — это застолье, это праздник, люди сидят за столом. А теперь мы полностью лишены этой возможности встречаться её. Я, например, заметила в интернете разные смешные фотографии, где люди, человек один в квартире, он делает там куклы, чучелы, вокруг стола посадил и ужинает. Или там с собой чокнется с зеркалом, отражением в зеркале. Или там действительно по скайпу мужики чокаются и закусывают. И по идее мы придумали, что этот спектакль мы можем перенести в это же застолье. Каждый накрывает свой стол. И вот в таком большом, как скайп, большая скайп-встреча мы встречаемся и продолжаем как бы вот эту традицию встречаться и праздновать. Это, конечно, немножко по-другому, но по идее это вот можно было переместить в виртуальный мир. Скажи, пожалуйста, Яна, а этому спектаклю уже два года, да? Или чуть больше? Три. Три года, да? И спектакль вы придумывали небольшим таким составом. У вас там четверо актеров занято. Да, да. Режиссер Мартина Эльхе. Да. И ты туда вошла, в этот спектакль, когда еще работала в русском иреческом театре. И это было для тебя один из тех опытов, которые тебя привели к осознанию вообще изменения собственной жизни, я так понимаю. Да, вот работа в театре на Гертрудес. Это один из спектаклей, который меня привел к размышлениям о своем месте в театральной площадке. И для тех, кто не видел этого спектакля, мы должны с тобой рассказать, что эта история основана на сборе документальных материалов воспоминаний людей о жизни в Латвии и в советское время, и в 90-е, и сейчас. То есть вы брали интервью у обычных жителей Латвии, да, у знакомых, 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 кого-то еще? Да. И потом на базе этих интервью вы придумали этот длинный текст спектакля, почти два часа, ведь он идет, да, около этого что-то. Когда празднуют день рождения некой Тани, люди вспоминают, как обычные люди, когда сидят за столом, начинают вспоминать, что было хорошего, что было плохого. В прошлые годы говорят друг другу какие-то важные вещи, вспоминают о том, где познакомились, или какие-то еще приятные воспоминания, или у кого-то неприятные. Потом это вырастает в какие-то обсуждения животрепещущих проблем, которые волнуют всех в нынешней жизни. Ну и там есть провокация в спектакле, довольно часто бывает, когда участники провоцируют зрителей на выступления. Скажи, пожалуйста, вот, да, действительно, зум-вечеринки сейчас важны и проводятся. Я знаю, просто частные люди собирают зум-вечеринки для того, чтобы не терять своих друзей. Они, с одной стороны, лишены теплоты близости, а с другой стороны, для них нет границ пространств территориальных, так бы сказала, да. Ты можешь находиться где угодно и присоединиться к любой вечеринке и увидеть своих друзей. И вы этот формат перевели в спектакль. Вы собираете... Сколько у вас людей было в субботу, зрителей на этом спектакле? Шестьдесят. Шестьдесят человек? Угу. В единой вот этой вот зум-компании? То есть вы когда на квадратике всех разбили, это было такое, как мозаика, да, на экране, наверное? Три листа было, надо было листать, чтобы всех увидеть. И вы точно так же делаете? Вы провоцируете кого-то из зрителей на ответы или вы выбираете кого-то по картинке? Как вы работаете со зрителем в этой ситуации? В этой ситуации мы понимаем, что нам самим надо говорить меньше и, ну, в хорошем смысле провоцировать, задавать больше вопросов зрителям. Поэтому нашего текста меньше, а больше дискуссии. Потому что, по сути, ты правильно, верно сказала, что это интерактивный спектакль. И теперь он стал более интерактивным. И то, что человек, он у себя дома, у своего компьютера, действительно, люди больше, больше и, да, больше говорят, больше хотят говорить и смелее. Там еще в чат параллельно ты в чате можешь писать какие-то комментарии. Например, в начале спектакля там прошло 10 минут, и кто-то писал, когда начнется спектакль. Ну, человек, который сидит, и ему неприятно, ну, он на спектакле, никто до этого не вставал и не говорил. Когда начнется спектакль или в конце, например, человек написал там, за что я платил 7 евро. Ну, вот ты сразу, у тебя вот как бы это связь, и ты продолжаешь играть, и ты видишь этот комментарий. Там заткнись или еще чего-то. Или кто-то очень приятно что-то пишет. Ты сразу ему отвечаешь. В этом плане этот спектакль, мне кажется, он должен быть, ну, интереснее для зрителя. Чтобы мы сделали все, чтобы зрителю было удобно и интересно. Потому что просто смотреть на говорящий, на говорящий мою голову, ну, это все-таки я не могу встать. Там нет вот этой, мы лишены этой атмосферы, запаха еды, вот это вот там свечи, вот это все, мы все вместе красиво одеты. И поэтому мы должны это как-то компенсировать тогда действительно вот этой интерактивом, общением. И оно должно быть, ну, как бы все время обоюдное. Мы не можем одни только говорить. И мы очень рады были, что люди действительно очень много рассказывали. Мы хотели, чтобы этот спектакль был полтора часа. Но в конце концов он был два часа, потому что все вот эти ответы, рассказы, они еще вот этих полчаса заполнили. И да, это очень-очень ценно. И мы уже сразу понимаем, ага, это работает, это нет. Вот этот рассказ мы еще раз перескажем в следующий раз вот этого человека. То есть вы находите новый документальный материал для своей пьесы сейчас? Именно, это намного легче. Человек сразу, ему удобно, он в безопасности, он дома. И он начинает рассказывать. А там он откроет рот и что-то там, чуп-чуп, там три слова скажет. А тут он так, да, еще там пиво кто-то пьет и сразу язык развязывается. Поэтому, да, с такой точки зрения есть свой плюс. Ну скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что люди не всегда понимают, что это спектакль. А когда вы играете это на площадке, люди понимают, что это спектакль? Что вот они пришли с билетами, сели за стол. Вокруг них ходят четверо каких-то непонятных людей, то ли актеров, то ли не актеров. Хотя вас, конечно, узнают. Вы все-таки уже узнаваемые лица в культурном пространстве Латвии. Но, тем не менее, как было поначалу? Как люди вот к этому формату относились? К тому, что вот они не сидят в зрительном зале, а со сцены с ними говорят о чем-то высоком. А о том, что с ними говорят на простом языке, здесь, сейчас, и они как бы внутри находятся. Вот как это было в театре? Тоже были такие сложности сначала, а потом уже публика начала понимать, на что она идет? В начале таких больших сложностей и какого-то такого разочарования в лицах я не замечала. Мне кажется, люди как-то в жизни очень быстро адаптируются. Они как бы понимают. В начале Мартин говорит достаточно длинную и подробную речь. И вот во время этой речи, мне кажется, примерно все понимают, ага, вот так это будет. Эти актеры, они не пойдут на сцену, а вот это и есть спектакль. Когда они заходят, мы их встречаем у входа. И были пару разов, когда люди спрашивали, а где сцена, где лучше сидеть? А так, мне кажется, очень быстро ты понимаешь, что вот это и есть, есть сцена. Но говоря о виртуальной площадке, я понимаю, если человек привык, он открывает Фейсбук, и там разные прекрасные возможности посмотреть запись спектакля. Он понимает, он открывает этот сайт, он видит запись спектакля, сцена, и там ходят актеры. И тут он тоже был готов на это, что он откроет этот сайт, и вот там открывается шторка, сцена, и люди играют, как они празднуют день рождения, и что-то там происходит. А не то, что он вот так сидит и с тобой реально разговаривает, потому что это же не театр в классическом понимании. Поэтому если человек не очень-то одобряет такие формы, тогда действительно не надо тратить ни время, ни тем более 7 евро. Но тем не менее, мне кажется, что вы этой пробой меняете вообще ситуацию в театре. Вы даёте возможность зрителям участвовать в спектакле, как вы это делали на сцене, так вы это делаете сейчас на виртуальной площадке. И из этого может вырасти какой-то следующий шаг. То есть день рождения Тани – такой спектакль, который даёт возможность попробовать очень разные вещи. И скажи, пожалуйста, а все поют вместе с вами песни, когда вы поёте день рожденные песни? Да, да, слышно вот этот гул такой, где голоса расходятся, слышно, да, люди с удовольствием. И выпивая все чёлкаются вместе. И ты говорила про границы, что это расширяет границы. У нас были участницы день рождения из Германии и из Америки тоже. Сейчас вот, да? Латышка, которая живёт в Америке, она вот тоже рассказывала там свои воспоминания про разные там… Летом обычно в Америке есть всякие школы для латышских семей, лагеря, вот, да, лагеря. Вот, поэтому сразу так «Вау!» И ты реально слышишь, у этого человека такой ещё акцент, ну, такой американский, прям так, ну, действительно, сразу так «Бу!» Это раскрывается пространство. Ну, то есть, на самом деле, может быть, и не нужно будет и потом отказываться от этого формата и придумывать какую-то такую историю именно для тех, кто живёт не в Риге, например. Это тоже вариант, это тоже вариант, но мы все за живой спектакль. Я думаю, что все за живой спектакль. Это вариант, да, какое-то выживание, отчаяние, желание что-то продолжать делать, общаться с зрителем, не терять контакт, но, конечно, ну, это атмосфера, и когда я вижу глаза людей, и вот ты чувствуешь, как бы, ты же тут в экране, ты, вот, ну, мне как актрисе не очень-то удобно, потому что я, ну, это немножко даже мучительно, во-первых, это первый раз такой опыт, потому что я не видеоблогер, не вот это, мне смотреть в эту маленькую камеру, как бы, очень странно, но я надеюсь, что если зрителю это интересно, тогда это того стоит, потому что нам сложно, потому что мы привыкли чувствовать энергию, глаза, вот это наше оружие, что мы понимаем, ага, вот, мы чувствуем, пошло туда, давай туда, а тут что ты можешь чувствовать примерно, понимая, что как, как идет. Скажи, извини, пожалуйста, я скажу вам телефоны прямого эфира, может быть, вы захотите позвонить, поделиться каким-то впечатлением от своего месячного опыта участия в культурной жизни через интернет. Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939, может быть, вы расскажете о том, что вы видели за последнее время, вот, когда шторка на экране раздвигается, и там начинается театр. А я хочу спросить Яну, ну, как профессиональные актеры воспринимают тоже сейчас эти возможности? Ведь очень много лекций, очень много архивных записей выкладывается, очень много мировых, как бы сказать, прекрасных опер, балетов, драматического театра, в котором есть проблемы, конечно же, с языком, но все равно, например, Боба Уилсона показывают очень много архивных записей сейчас, и я сама посмотрела «The Black Rider», один из самых, ну, таких, не новых спектаклей его, сделанных в Европе. И скажи, пожалуйста, у тебя какое впечатление от того, что ты видишь? Ты наверняка ведь что-то посмотрела. Понятно, что ты не сидишь, приклеившись к экрану, у тебя есть еще другая жизнь и другие заботы, но тем не менее, вот что-то ты видела, чем-то ты можешь поделиться своим отношением? А потом мы обсудим, что театр, почему театр живой, вот его отличие от того, что сейчас есть. Конечно, это позитивный момент, что есть возможность употреблять культуру, это прекрасно, что театры идут навстречу и предлагают онлайн бесплатную возможность посмотреть, и я тоже, я тоже, конечно, эту возможность использовала, как ни странно, вот я сегодня утром думала, что я посмотрела неосознанно спектакли, те, которые я видела вживую. Мне почему-то именно было интересно сравнить и посмотреть, понимать, вот как это меняется, вот это ощущение. Я посмотрела Дайлас театра, музыкальный спектакль «Онегин», он уже давно-давно был, мне очень понравилось, и там Ева Сеглани играла, я ее первый раз видела на сцене, я была потрясена. И еще раз я посмотрела «Мидею» Рижского русского театра, мне было очень любопытно, вот как это, это можно смотреть, но из того, что я до этого не видела, Валмирского театра спектакля я тоже посмотрела, и театр «Красный факел», Тимофея Кулябина спектакль «Три сестры», который длится 4 часа, и он без слов, но в языке жестов, что для меня очень любопытно, потому что я на данный момент тоже учу язык жестов, и вот это было просто что-то для меня. Просто понимая вот и ту, и ту сторону, как быть актеру, который вообще без каких-то знаний, умений, и вот на таком уровне, на таких скоростях, что действительно люди думают, что это вся труп понимая, ну вот, и это так работает, вот это, я была потрясена и рада, что вот, наверное, в других обстоятельствах не было бы возможности посмотреть этот спектакль, потому что они его открыли на два дня, я не знаю, может быть, поменяли этот, вот это было прекрасно. Ещё я посмотрела театр «Практика», это тоже я, «Вербатим». Да-да, это очень такой, это спектакль, с которого, собственно, началась мастерская Брусникина, вот это нынешний театр. Очень любопытно, очень любопытно мне, как актрисе, и близко, когда, мне очень нравится все эти документальные вещи наблюдать, и всякие там акценты, и всякое-всякое такое делать, и чтобы за этим оставался человек, было очень-очень любопытно. На самом деле этот же спектакль, он был как студенческий показ, вот когда наблюдение делают студенты, и они взяли и попробовали сделать эту историю такими вот реальными, реальными номерами. И собрали, это было, игралось вообще в два дня, потому что это был, естественно, целый курс 30 человек, и у каждого было по два номера какие-то, и там были даже реальные люди, за которыми они делали наблюдение. Вот я попала, когда они показывали, я была, смотрела два, первый прогон, вот первый кусочек, половинку одну, когда они показывали семью моих друзей, мне было очень смешно, настолько это было точно. И потом они из этого сделали, собственно, спектакль уже, да, и с этого спектакля началась вот эта мастерская Брусникина, этот курс, который появился на стыке начала нынешнего десятилетия, вот ему примерно столько лет. На самом деле это был первый курс, когда они делали наблюдение? Да, это был конец первого курса. То есть этот спектакль создан как студенческие работы наблюдения в конце первого курса. Мне кажется, это так правильно, это так замечательно, потому что ты, вот как-то ты учишься быть естественным, потому что эти люди сидят вот тут, всё видят. Ну вот это очень-очень правильно, чтобы человек в другом человеке искал себя, вот свою органику, свои глаза, свой мозг. Это очень-очень правильно, вот начинать с документальных вещей, и тем ты познаёшь свою природу и свою естественность. Это очень правильно, очень. Ну вот Дмитрий Брусникин был как раз тем режиссёром, который начал ещё в начале 2000-х работать с документальным театром, с практиками документального театра в школе-студии МХАТ. И курс его тоже вот предыдущий, которые приезжали, Алексей Розин с Мариной. Вот Марина как раз, которая это переводила, она с этого курса где-то, это тоже я. А Алексей был преподавателем, он закончил раньше школу-студия. И вот Алексей как раз и его курс, где учился Юрий Квитковский, Сергей Щедрин, они начинали делать первые вот эти попытки работы с документальными материалами, ещё будучи студентами, когда это было вообще не принято, и в школе-студии многие другие преподаватели говорили, чем вы занимаетесь, это вообще что? Как бы это разрушает школу или это не разрушает школу? Но вот Дмитрий Брусникин тогда это попробовал, и это показало, что даёт актёру другой объём совершенно. То есть школу никто не отменяет, да, про практики той самой традиционной школы, актёрского мастерства, который преподается. Но это вдруг даёт другой объём, это какой-то другой план, другой объём и другие возможности актёру. Он перестаёт бояться каких-то вещей. И естественность получает, да, необыкновенную. Я не помню, ты видела ли спектакль «Дети независимости»? Нет. Это в «Дети дел»? Нет, это был спектакль, мы его сначала сделали вне русского театра, и потом мы играли какое-то время в малом зале с драматургом Алексеем Щербаком. И это спектакль был тоже в стиле вербатим. Это был первый документальный спектакль на русском языке здесь, в нашем пространстве. И мы тоже, мы конкретно брали интервью у наших мам, и мы копировали их речь, вот их поведение. И я могу, вот именно как актрисе, вот это просто раскрывает тебя. Вот ты начинаешь дышать как человек, и когда ты уже это научишь, быть человеком на сцене, когда ты это научился, мне кажется, тогда вот ты играешь как на себе, как на инструменте. И когда твой инструмент, вот твой стержень, ты его понимаешь и чувствуешь, тогда ты уже можешь и такую форму, и такую форму учиться. Но если нет вот этого твоего какого-то внутреннего, тогда я не вижу смысла начинать с каких-то там, вот с этих непонятных… Ну знаешь, как это в Тартьюфе прекрасная фраза есть. То есть заламывание рук, закатывание глаз. Я все время об этом… Эту фразу вспоминаю из Тартьюфа, когда вижу не очень хорошее представление на сцене. Скажи мне, пожалуйста, еще, о чем ты слышала, или о что бы ты хотела посмотреть, вот, например, из того мирового, какого бы режиссера ты хотела посмотреть, вот чтобы вот так тебе досталось увидеть? Ну вот я вспоминала Боба Уилсона, которого сейчас можно посмотреть в интернете, некоторые спектакли выкладываются. Я могу сказать, что немецкий театр делает очень много архивных записей, показывает. Вот Шао Бюнэмлин, который руководит Томас Остермайер, они сделали целую программу, то есть у них висит афиша онлайн-трансляций, но у них ограничены показы, то есть ты можешь подключиться с определенного времени вечером и до полночи по берлинскому времени это в доступе, ну то есть в течение 4-5 часов это в доступе, ты можешь подключиться в любое время, когда тебе удобно, ты должен уложиться в этот период времени, чтобы посмотреть спектакль. У них висит большая афиша. Очень многие театры. Я сейчас выложила анонс, и я знаю, что и театральный вестник здесь этот анонс выложил, тоже параллельно. Театр Нантье французский выложил спектакли нового поколения французских режиссеров, тех, кого привозили сюда на Homo Novos, Филиппа Кена, например, или Жульет, не помню, как ее зовут, извини, пожалуйста, сейчас не вспомню, заклинила. Но там порядка 12 названий спектаклей, которые они выложили тоже в общий просмотр, ты можешь посмотреть. Вот для меня это много интересных спектаклей. И выкладывает Талия театр, очень хорошие спектакли, и английский театр начал выкладывать свои какие-то потрясающие записи. те, кто занимался прокатом театра в кинотеатрах, знаешь, вот это вот есть практика такая, показ драматического музыкального театра в кинотеатрах, когда ты немножко все-таки ощущаешь это, потому что у тебя собирается зрительный зал. Нету взаимоотношений сцена-зал, но внутри зала, конечно, происходит то, нечто магическое, то, что происходит обычно в театре. И ты получаешь определенные возможности, когда, конечно, какой-то большой спектакль или опера. Вот я знаю, что в кинотеатре Форум показывают оперы Метрополитен опера в Нью-Йорке. И вот таким же образом есть компании, которые, вот ты смотрел, вот эти сестры, это российская компания Stage HD, которая снимает российские спектакли, и у них есть возможность их транслировать именно на экранах кинотеатров. Скажи мне, пожалуйста, могло бы ли это вообще быть для тебя, например, интересным после того, как это все пройдет, ходить, например, куда-то с компанией и смотреть театр откуда-то из-за океанов и морей, из-за границ в зрительном зале, но на экране? С такой точки зрения, что я не могу вживую это увидеть, что это действительно в другой стране. Или что-то уникальное, архивное? Конечно, это лучше увидеть, чем не увидеть. Но это как-то должно войти в рутину. Пока что во мне нет такого ярого желания, ярого желания сидеть и смотреть онлайн-спектакль. Действительно, я вот читаю им, я знаю, что мне это интересно тогда. Но это как-то вот лично мне, ну вот не было до этого в моей какой-то рутине смотреть онлайн. Но если вот теперь я вижу, что это прекрасная возможность, видеть спектакль, который я вживую не могу видеть, конечно, это прекрасная возможность. Ее надо, если это будет возможно, если дальше театры будут открывать свои сайты, архивы и будут продолжать показывать, конечно, это надо ввести в рутину и надо использовать. Потому что лучше видеть, чем вообще не видеть. Ну да, понятно, что, как ты сказала, что это эмоциональное впечатление, оно в зале, вот здесь оно есть. Оно, может быть, не пробивается через экран, и актер это не чувствует. Да, это, конечно, надо использовать. Хорошо. Ну что, спасибо тебе большое. Напомним еще раз, что Театр на улице Гертрудос пробует новые формы и делает интерактивный спектакль в интернете. Да. Следите за афишей. И следующий спектакль будет завтра в 6 часов. И билеты можно приобрести на сайте гид.лв. И у вас 60 участников. Их трудно назвать зрителями в этом виде, да? Я так думаю, что вы там все, в принципе, да, равноценные ваши гостиные, дня рождения Тани. Спасибо тебе большое. Главное всем быть здоровыми. Именно, спасибо тебе большое. И я очень надеюсь, что мы увидимся в театре, в котором актеры видят глаза зрителей, а зрители видят все, что происходит с актером вот сейчас, в данный момент времени, и слышат его живого. Я думаю, что мы соскучимся друг по другу, это тоже будет хорошо. Будем очень искренны, рады друг друга увидеть. Спасибо, Яна. Всем здоровья и хорошей весны, несмотря ни на что. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы.